Бронзовый солдат, сжимающий в руке каску, склонил голову в память о погибших. 60 лет этот собирательный образ советского солдата, увековеченный в бронзе, украшал центр Таллина. После власти этой прибалтийской страны решили его перенести, что вызвало массу протестов по всему миру. Сочи стал одним из городов, где установили копию монумента. День памяти и скорби краснополянцы по недавней традиции отмечают у бронзового солдата. Митинг памяти, слова благодарности и возложение цветов в память о краснополянцах, не вернувшихся с войны. Таких имен 186. Уроженка Кропоткина и уже старейшая жительница поляны, труженица тыла Анна Мойцева, хорошо помнит день, когда началась война. Четыре часа слышим стуки в стенки. Все стали стучать, кричать, стали в жаке выбегать. В чем дело война? Ну и женщины все стали кричать, плакать. Мне до сих пор непонятно, почему мы бежали на вокзал все. Военную историю Краснополяны знает каждый житель поселка. Во время Великой Отечественной войска из Германии рвались в Закавказье. И именно на подступах к поляне были разбиты. Кроме того, штаб нашей 20-й горно-стрелковой дивизии базировался здесь, в поселке. У нас был дом, 8 комнат. 4 комнаты они заняли, потому что зима, холодно. Которые приходили, мокрые, остаются эти, которые уже высохли, отдохнули на перевал. Историю Краснополяны во время Великой Отечественной собрали в одном музее. На стендах 65-й школы фотографии, письма, документы военных лет, оружие, личные вещи солдат. Музей создавали два поколения. Школьники и те, кто знает о войне, не по рассказам. Такая связь поколений, так необходимая сегодня. Это будет та дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам, которые положили свои головы в этой священной войне ради сегодняшнего мира. В поселке осталось всего 4 участника войны. Еще 56 – это ветераны и труженики тыла. Каждому из них, говорят в поселке, большой почет и уважение. И большое внимание, несмотря на дату в календаре.